Позитивного характера, который случился на той неделе, после того, как были опубликованы фотографии Елены Зеленской. Это первая леди Украины в журнале Vogue. Сделаны эти фотографии были, ну, без преувеличений, наверное, одним из самых культовых фотографов современности, Ани Лейбовиц, американский фотограф, который специализируется на портретах знаменитостей. Очень много кого были сделаны снимки. И вот Елена Зеленская стала следующей героиней, ну, естественно, со своим супругом Владимиром Зеленским. Они приняли участие в ряде фотосессий. И в чем, собственно, суть была скандала? В том, что не было нейтральной позиции. Была позиция тех людей, которым очень понравилась эта фотосессия. Они восхищались результатом этой фотосессии и самой первой леди Украины. И были те, кто сказали, что это абсолютно неудачная фотосессия. Да, ну вот мне кажется, что, например, Ани Лейбовиц специально сделали такую фотографию для того, чтобы ее было... Ну, не то чтобы задача обсудить, но чтобы она отличалась какой-то нетривиальностью. И абсолютно эта задача получилась. И даже после публикации этой фотографии, вот сейчас я ее попробую найти, появился целый флешмоб, который запустили, в том числе, наши украинские звезды, которые поддержали Елену Зеленскую и публиковали свои фотографии, в которых они сидят, девушки, женщины, бабушки, абсолютно вот как угодно, на лестницах, просто на рабочих местах. И писали хэштег «sit like a girl», да, если я не ошибаюсь. В том числе для того, чтобы показать, что девушки, женщины могут сидеть так, как им удобно, абсолютно без предрассудков, и тем самым подчеркивая, что наша первая леди – это представительница как раз европейской свободной страны, в которой нет места стереотипов и шаблонов, в том числе, касающихся гендера. В общем, это очень крутое, важное событие. Давайте сейчас обсудим вообще, что за этой фотосессией ВОК дальше, какой шлейф истории тянулся, и вообще, какие фотографии еще Аниль Лейбовис сделал в этот приезд в Киев. Смотрим об этом. В сети раздразился настоящий скандал за фото первой леди Украины Елены Зеленской для обложки американского ВОК. Все потому, что поза неженственная. Автор фотосессии – женщина-фотограф Энни Лейбовис. Это она сняла Ричарда Никсона, покидающего с позором Белый дом, обнаженную беременную Дэми Мур. Под ее руководством раздетый Джон Леннон обнимает Йоко Оно. Энни Лейбовис называют живой легендой. Десятки цепочек в мейлях, ночные переговоры с командами Энни Лейбовис и американского ВОК, личная переписка с Анной Винтур, без поддержки которой этот казавшийся слишком амбициозным проект не состоялся бы. Фото Лейбовис войдут в историю, и мы гордимся своим вкладом в этот исключительно важный проект. Филипп Власов, главный редактор ВОК ЮА. Но оказалось, в 21-м столетии не все готовы видеть женщину, женщиной, которая пятый месяц живет в состоянии войны, которая плачет тихо и без слез, чтобы не испугать своих детей, которая не имеет права на истерику и капризы, потому что она опора своего мужа. Она про свободу, она про смелость, она про выбор, и вот она это очень сильно там несет. И как раз таки не шаблоны. Мы сейчас всему миру показываем, что Украина, и Елена Зеленская, это фотография, что женщины Украины, мы отходим от шаблонов, мы не будем следовать каким-то навязанным стереотипам, правилам, каким-то принципам. Хейтеры, на самом деле, из-за своей неуверенности, они через осуждение, обесценивание кого-то как раз таки пытаются поднять свою самооценку. Из-за массы хита в сети запустили флешмоб «Сиди как девушка». Автором стала искусствовед и журналистка Зоя Звенецкиевская. Уже американцы спрашивают, что там у нас с фоткой супруги президента. И им цитируют мой пост, чтобы объяснить. Я совсем не фанатка Елены Зеленской, если что. Но меня очень взорвало это как она сидит. Поэтому предлагаю флешмоб «Сиди как девушка». Давайте покажем, в конце концов, как надо порядочной женщине сидеть на лестнице. Зоя Зинякиевская, журналистка. Флешмоб в поддержку Елены Зеленской подхватили многие украинские женщины. С хэштегом «Сид лайк и гелл» в социальных сетях уже собралось множество постов с фото в неженственной позе. Поддержала первую леди телевизионная ведущая Юлия Зари. Не понаслышке знает, что такое хейт в соцсетях. Злым языкам не давал покоя ее брак, ведь муж – сам министр обороны Украины Алексей Резников. А разница в возрасте между супругами – 20 лет. Можно сколько угодно спорить и оценить вкус и стиль, цвет и бренд, но точно не поспоришь о стиле и глубине фото, рассказывающего больше, чем вы не хотите увидеть. Юлия Зарей, телеведущая. Джамала, украинская певица, победительница Евровидения в 2016 году выставила фото с явным посылом. Кто правит миром? Актриса Ксения Мишина призвала украинцев зрить в корень, чтобы сценарий нашей истории изменился в лучшую сторону. «Хватит булить своих же! Я буду говорить об этом, пока в нашем обществе это не станет недопустимым. Я перестану только тогда, когда все поймут и признают, наконец, что обсуждать такие вещи, как неидеальная поза или макияж, это прошлый день. Смотрите в глубину вещей, в сущность, и тогда у нас есть шансы на лучший сценарий». Ксения Мишина, актриса. Присоединились к флешмобу и обычные пользователи социальных сетей. «Женщина, это не поза, не прическа и не маникюр». Елена соединила в себе женственность, мужество и терпение. Ее фото передает состояние всех украинок сейчас, пишет пользовательница Инстаграм Александра. И украинские женщины в погонах. Сотни женщин, отозвавшиеся на флешмоб, одним фронтом выступили на своих страницах в социальных сетях против стигматизации женщины. Как раз таки было бы странно, если бы первая леди Украины как раз таки транслировала что-то суперфэшн в момент, когда в стране война. А она как бы этой фотографии как раз таки привлекает внимание общественности. Потому что, как показывают даже соцопросы о том, что уже очень многие устали от новостей про войну, уже гораздо меньше иностранных СМИ транслируют, а люди слушают соответственно для того, чтобы хотя бы как-то привлекать внимание. Ну не как-то, я считаю, что это абсолютно на самом деле уникальный снимок. Привлекать таким образом, привлекать внимание к тому, что происходит. Смотри, сколько людей обсуждают. Кто-то критикует, кто-то поддерживает. Но тем не менее, это тема номер один. Психолог и физианомист Наталья Марченко объясняет, неженственная поза Елены Зеленской в психологии это поза сильной женщины, готовой броситься в бой в любую минуту. Поза, в которой она сидит, она говорит о том, что вообще всегда это мужская поза, это готовность к действию, к бою, фактически к нападению. Может быть защита, поза защиты, но это готовность к действию. Даже когда в борьбе есть такое, то есть когда человека хотят свалить, вот именно с такой позы бегут и валят с ног. Соответственно, это про то, что наша первая леди, я думаю про то, что она готова защищать, готова отстаивать, готова действовать, не просто сидеть. Потому что именно в этом положении вы руками и ногами демонстрируете максимальную оборону своей территории, пространства, данного вам природой. Так что сегодня Елена Зеленская на весь мир показала, что украинская женщина сильная и свободная. Для меня этот флешмоб про свободу, про быть свободной в стране, в нашей свободной стране. Про то, что женщины мы можем делать то, выбирать то, как мы хотим, то, как нам комфорта, и никто нам не будет диктовать эти правила, эти устои, как нужно. Как нужно, уже отошло. Как нужно, решаем мы сами для себя. Соответственно, я в первый день выставила такую же фотографию, мои подруги выставили. Я же говорю, все о том, что про женщину, про ее свободу, про ее выбор и про смелость это показать и об этом заявить. Сама Елена Зеленская в эксклюзивном интервью для телеканала 1плюс1 поделилась. Фотосессия очень важная в сегодняшних реалиях для Украины. Журнал читают миллионы людей во всем мире, а с хейтом она умело справляется. У каждого свои уявления, у каждого свои представления, свое понимание, как должна выглядеть и вести себя женщина. Возможно, мы меньше критериев выдаем на гора для мужчин. Поэтому такая диспропорция существует? Общество так не кричит, когда женщина является жертвой домашнего насилия. Якобы это неприлично выносить ссоры из избы, когда женщине не достается портфель руководителя, потому что мир денег это мир мужчин. Так может, хватит ставить ранки и пора скинуть этот недостойный балласт прошлого без равенства прав и возможностей для женщин и мужчин. Продюсер личности, медиаэксперт, основатель промоагентства Starbomb Company Денис Путинцев присоединяется к нашему эфиру. Денис, приветствуем вас. Здравствуйте. Доброе утро. Рад вас видеть. В здравии. Взаимно. Я попытаюсь сделать такой же тембр, как у вас и чуть-чуть понизить свой голос, чтобы всем женщинам, даже феминистически настроенным, было приятно нас слушать. Подождите, а любительницам фальцета почему вы сразу их ущемляете? Ну, любительницам фальцета, знаете, любительницам фальцета, мне кажется, они ближе к султанату. Там мужчины, которые с фальцетом разговаривают, там их... Я не хотел бы, чтобы меня ассоциировали с подобными мужчинами. Возможно. Поэтому давайте ближе к Елене Зеленской. Давайте с удовольствием обсудим, да, фотосессии Елены Зеленской, которая никого не оставила равнодушным. Практически не было тех людей, которые были бы нейтральны, с нейтральным отношением к этой фотосессии. Конечно, было множество тех, кому она понравилась, но были и те, кто выразил негативное отношение к этой фотосессии. Денис, как вы считаете, в этом негативе какова роль такого стереотипного восприятия роли первой леди? Знаете, ну, вы в моем лице сейчас видите человека, который достаточно нейтрально как раз относится к этой фотосессии, поскольку Елены Зеленской в последнее время стало очень многом. Наверное, мы все это заметили, да. Елена Зеленская... Насколько я понимаю, в начале президентства Владимира Александровича был посыл о том, что Елена Зеленская как раз не хотела никакой публичности и была готова быть в тени. Но в данной ситуации ее стало очень много. И мне, знаете ли, очень не хватает Елены Зеленской, несмотря на все фотосессии, несмотря на обвинения в гламуризации, мне как раз не хватает человечности в этом всем. По фотосессии... По фотосессии... Потому что про человечности я хотел бы сказать чуть позже, а по фотосессии хочу сказать следующее. Все очень правильно. Вот чтобы закрыть... Простите за неэфирное слово. Закрыть этот срач фейсбучный. Мне кажется, что тот посыл, который гениальный фотограф, да, Энни Лейбовиц, который признанный... Мы спорим, на самом деле. Знаете, украинцы, они всегда любят поспорить с... Это и плюс, и минус одновременно. Они всегда любят поспорить с какими-то общепринятыми мировыми тенденциями. Весь мир считает Энни гениальным фотографом, да, но украинцы спорят с ее видением нашей первой леди. Так вот, как раз вот эта ассоциация с портретом клоунессы, да, известного французского живописца, и та поза, которую приняла Элина Зеленская, мне кажется, конкретно вот отображают, во-первых, то, что происходит в душе каждой женщины в Украине сейчас, во-первых, да, а во-вторых, это очень правильный посыл, и как раз тут нужно гламуризировать войну в данной ситуации. Ее нужно гламуризировать, и мне кажется, что в этой фотосессии надо было добавить еще больше гламура, чтобы мир обратил на это внимание, потому что, да, есть два вектора, чтобы внимание и триггерить мир, да, по войне. Первый – это очень много кровавого, простите, опять же, кровавого борща, потому что люди реагируют на жестокость, которая происходит где-то там, и на нее очень можно смотреть, ахать и охать, но, тем не менее, очень интересно всегда наблюдать в щелочку за тем, как льется чужая кровь. Но, к сожалению, нормы морали, средств массовой информации, Фейсбука, Инстаграма и так далее, не позволяют это показывать в полной мере, что является отдельной темой для разговора. Это не на этом эфире, надеюсь, пообщаемся еще по этому поводу. А вторая тема – это как раз гламуризация. Это как раз такая выхолощенная, творческая, в хорошем смысле выхолощенная, творческий подход, шоу-бизнесовый, подход к войне. А кому, как несупруге, ключевой персоной украинского шоу-бизнеса, показывать этот месседж Западу? Ну, такое вот мое мнение. Нет, но ведь фотосессия включала в себя сразу несколько фотографий, которые были опубликованы в результате. На обложке появилась та фотография, которую субъективно, гламурной, ну, никак не назовешь. Ни атмосфера этой фотографии, ни практически полное отсутствие макияжа, ни подборка костюма. Теперь, я, опять же, мое личное мнение, мне очень понравилась эта фотосессия, и я абсолютно поддерживаю выбор именно этой фотографии для обложки ВОГ. А почему вы считаете ее не гламурной? Я ее считаю гламурной. Вы знаете, отсутствие макияжа это тренд. Это фэшн-тренд последних нескольких лет. Да, но где вот тот самый глэм? Где вот это сияние? Где яркость? Мы же понимаем, ну, вы слушайте, ну, глэм, мы живем в 21 веке, в 2022 году, и глэм, это уже не тот глэм из 80-х. Помните, когда эти глэм-группы были с раскрашенными глазами, с прическами яркими, с обрезанными джинсовыми куртками, с блестящими значками, глэм это тот блеск, который есть внутри человека, мне кажется. Это вообще мировая тенденция. И чем меньше на тебе ярко выраженного, ярко блестящего, вызывающего глэма, тем больше ты в тренде. Глэм, он должен исходить из позы, он должен исходить из месседжа, который несет фотограф, из фона, из мелких деталей. Опять же, Елена Зеленская одета не в какие-то там, скажем так, вещи, извините, из Зары, ведь в этом всем есть определенный посыл, в этом есть статус, и эта поза, она, как я люблю говорить, у нас вообще в обществе, к сожалению, есть большая проблема, мы не всегда видим грань, не всегда видим эту тонкую черту между статусом и пафосом, между понтами и заслуженным достоинством. Так вот, в этой фотографии упакованный качественный пафос упакован в качественный статус, который несет тот месседж, который должен нести сейчас месседж первой леди Украины, еще раз, повторяюсь, западному миру. Наверное, я бы западный мир тоже не понял, мне кажется, украинцы в любом случае бы не поняли, потому что не все готовы вообще к фотосессии. Вообще, давайте так, не все готовы, в принципе, к фотосессии первой леди в журнале ВОК во время войны. Ну вот, какая бы она ни была, вот я так думаю. А вот, что касается того месседжа, который выполняет Энни для ВОК и для Запада, он полностью на 100-150% был выполнен. Я вот думаю, что это именно так, а не как... Димаш, а давайте обсудим теперь вот со стороны фотографа вообще, что это было, потому что я хочу нашим зрителям напомнить о самых культовых работах, Энни Лейбовиц, этой фотохудожницы, если можно так сказать. Вот просто посмотрите на экран, а вы можете прокомментировать, возможно, какая из этих фотографий ваша любимая. Вот Йока Оно и Джон Леннон, это одна из самых, наверное, известных, знаменитых фотографий, Скарлетт Йоханссон, Вуди Аллен, Пенелопа Круз, в том числе, Джуд Лоу, Вупи Голдберг, вот в ванной из молока, возможно, или чего-то другого. Так, напомни мне, пожалуйста, Вов, Сальма Хаек, точно, Сальма Хаек, Джонни Депп, так, кстати, видим Джорджа Клуни, и вот Ума Турман, Леонардо Ди Каприо, по факту, здесь не могу узнать, Джонни Депп, кажется, убегает, это Алиса в Стране Чудес, ну, в общем, это самое, наверное, известное в мире медийные личности, ну, или самый топ того, вообще, что можно себе представить в плане известности, популярности, и вот Елена Зеленская стала одной из героиней ее фотосессии, скажите, ну, Майкл Джексон, да, в принципе, без комментариев, скажите, а насколько важно вообще вот роль фотографа, опять-таки, Джон Леннон, в таком событии является ли вот участие самой Энни Лейбовиц уже историческим событием, потому что, ну, вот с таким бэкграундом, когда человек приезжает и фотографирует нашу первую леди, это уже, в принципе, вызывает резонанс в мире? Ну, естественно, продолжение того, о чем мы говорили выше, да, сама фамилия фотографа, она уже работает в правильный триггер и в правильный месседж относительно западной аудитории и ставит, ставит Украину в лице первой леди, да, ставит Украину в разряд мировых трендов. Как бы это цинично ни звучало, мы должны, мы должны максимально использовать вот эту историю, связанную с тем, что Украина является мировым трендом, а слово тренд, оно предполагает вот ту пресловутую гламуризацию, в которой обвиняют фотографа и в которой обвиняют Елену Зеленскую в этой фотосессии. Если говорить о моей любимой фотографии из тех, которых вы показали, то это однозначно Йока Оона и Джон Леннон, поскольку, я объясню, я объясню почему, не потому, что там он голенький лежит, да, ее обнял, меня, я в этом плане как бы консервативен в сексуальном направлении, но... Можем показать ее сейчас, коллеги, покажите, пожалуйста, то, о чем мы говорим. Ага. Нужно понимать, в какой момент была сделана эта фотография. А напомните, пожалуйста, да, интересно. Эта фотография, если мне не изменяет память, была сделана как раз в тот момент активной, антивоенной позиции Джона Леннона. Эта фотография была сделана в момент уже то ли развалившегося, то ли разваливающегося уже коллектива легендарного Битлз и виной, ну, в кавычках виной, а может, и не в кавычках, всем этим процессом, всех этих процессов была женщина. Женская энергия, я тут полностью согласен с биографами, с библиографами Битлз, которые обвиняют Йоко Оно в развале легендарного коллектива, полностью согласен, но я не обвиняю ее в развале. Она просто привнесла новую струю в творчество Джона, она дала правильную энергию его, его личности, я бы так даже сказал. И это было антивоенное, активное антивоенное время, когда они оба высказывались против войны во Вьетнаме. И эта фотография, мне кажется, отображает вот то, что мужчина в данной ситуации, вся мужская такая агрессивная, да, энергия, мужчины с Марса, женщина с Венеры, мы помним. Вот он пригорнулся совершенно обнаженный к ней, совершенно такой вот незащищенный, а в ее глазах мы видим вот не агрессивную, а уверенную такую в себе какую-то даже ведьминскую, ведьминскую, мудрую, женскую энергию. Мало того, продолжая разговор о женщинах в истории, в современной истории, а не в прошлой истории, я, несмотря на то, что в отличие от вышеприведенных ораторов в вашем сюжете, я далеко не придерживаюсь феминистических взглядов, но тем не менее, как бы это не популярно не звучало, тем не менее, я признаю, что исход того хаоса, ужаса, который сейчас происходит не только в Украине, но и в мире, однозначно будет решен женщиной. Вот в этом я уверен на 100%. Либо женщиной, либо группой женщин, либо женщин, которая повлияет на мужчину, потому что мужской энергии слишком много сейчас в мире, мужчины слишком заигрались в войнушки, и мужчин слишком примитивное мышление относительно, скажем так, относительно уступок и относительно переговоров, относительно шахматной партии, в которую можно сыграть на перспективу, чтобы как минимум сохранить жизни миллионов, если не миллиардов людей, да и вообще в принципе целой планеты, потому что планеты сейчас находятся в достаточно шатком положении, начиная с Карибского кризиса, и мне кажется даже более в шатком положении, чем во времена Карибского кризиса. Денис, а как изменилась роль первой леди Украины Елены Зеленской с начала полномасштабного военного вторжения российских оккупационных войск? Опять же, я продолжу свою мысль относительно того, что Елена Зеленская декларировала свою позицию в начале президентской деятельности Владимира Зеленского, что она фон. Да, но тогда полномасштабной войны не было. Тогда не было полномасштабной войны. И теперь, мне кажется, она олицетворяет роль женщины, которая, не желая того, вынуждена в обстоятельствах сложившихся взять на себя это бремя публичности, чтобы помочь своей стране именно с точки зрения и с позиции женщины, с позиции созидания, с позиции понимания того, что это происходит у нее не... И, кстати, о фотографии, это происходит не снаружи у нее на фотографии, это война, она происходит внутри. Эта боль, она внутри. И она идет из глаз, из позы, из вот всей этой мимикрии, физиогномии, о которой мы говорим. Идет вот именно эта боль, которая не выражается никакими внешними действиями, а исключительно какой-то внутренней женской мудростью. и мы... Ну, я в этих глазах я вижу какое-то решение, которое зреет. Мне кажется, что там зреет какое-то решение. В этом есть агрессия. Да, в этом есть агрессия однозначно, но эта агрессия не примитивная. Мужчина вот так просмотреть не может. Мужчина будет смотреть открыто агрессивно, женщина смотрит стратегически агрессивно, она продумывает шаги. И мне кажется, вот и в том числе и в этом заключается гениальность Энни Лейбовиц, которая смогла достать этой Зелены Зелемской. Какова ее роль? Мне кажется, сейчас, как бы смело это не звучало, но я бы провел аналогию с принцессой Дианой, хотя там не все так однозначно, как говорят некоторые люди, которые там били бомбас, не все так однозначно. Мне кажется, что с принцессой Дианой Елену Зеленскую может связывать то, что если все пойдет не совсем так, как хотелось бы, ей придумают правильные люди, ей придумают правильный образ, который не совсем будет соответствовать ее внутреннему миру. Пока, пока все хорошо и отлично. Но изучая вопрос, недавно я погрузился в историю, биографию принцессы Дианы, я вам хочу сказать, что принцесса Диана была немного, мягко говоря, немного не таким персонажем, который ее выставляли в медиа. Да, она любила людей, но, собственно, во всем остальном там было очень много вопросов, начиная с того, что она, в принципе, не любила читать и вообще не понимала, как можно читать. И у нее по этому поводу очень много было конфликтов и в королевской семье, и с ее супругом. Но все равно обсуждаем не принцессу Диану, а Елену Зеленскую. Еще раз, я сейчас не провожу ни в коем случае по этому поводу аналогии с Еленой Зеленской. Я вам просто говорю, что может пойти все хорошо, если люди, которые работают с Еленой, выберут правильный вектор ее популяризации, потому что эту хрупкую женскую суть, которая в ней есть, в ней есть статусная красота, в ней есть хрупкая женская суть и в ней есть, слава богу, сила. Мы в этом убедились, из этой фотосессии исходя. Главное, повести это в правильном ракурсе с точки зрения медийности, ее и популяризации, потому что если навязать ей вот эту тонкую линию перейти, навязать ей историю, связанную, допустим, как это было с принцессой Дианой, все может тьфу-тьфу-тьфу, прости господи, тоже не очень хорошо закончиться. Понятно, да, я думаю, что этим как раз люди, которые... С первой линии работают, да, здесь очень тонкие грани, а вот как раз вы про войну и контекст войны вспомнили, сейчас есть некая проблема, с которой борются в том числе и наши дипломаты, и наши министерства информационной политики, чтобы в мире не забывали о том, что в Украине идет война. И самое главное отражение этого, как бы это ни было банально, это то, на какой странице мировых изданий будет вопрос Украины. Это дальнейшее давление на политиков, политики могут, исходя из этого, принимать более правильные решения и справедливые, да, в контексте нашей страны. Скажите, что вы видите, как дальнейшее направление, ну уж простите, популяризации войны в Украине, чтобы об этом знало как можно больше людей о военной агрессии России, какие, возможно, еще инструменты мы можем использовать, и, ну я не знаю, может, у вас какие-то есть идеи, которыми вы готовы поделиться? Ну, смотрите, идеи у меня много, и вы прям сняли с языка историю, не хватит эфира, чтобы озвучить все идеи, которые у меня есть. Давайте, то, что сейчас применим, то, что было бы применимо вот в ближайшее время из каких-то реальных проектов, возможно. Продолжая то, о чем я говорил выше, я как человек, который в последнее время достаточно сильно занимается вопросами, связанными с идеологией, да, и концепцией, и вообще украинской ментальности, в том числе, на глобальном уровне, я бы хотел сказать, что есть, опять-таки, два вектора, мне кажется, основных популяризации, простите, Украины в ситуации войны. Первый вектор, это вектор, который, собственно, мы обсуждаем сейчас, да, это в хорошем смысле слова гламур, это шоу-бизнес, это интертеймент, подача, это первые лица, это, может быть, какие-то, какие-то живые, человеческие интервью первых лиц страны, которые бы рассказывали о том, что в их жизни изменила война, что она сломила, говорили об общечеловеческих вещах, понимаете, да, о чем я говорю, то есть собака, жена, дети, разлука, любовь, разрушенный дом, и так далее, и так далее. Второй вектор, он кровавый, и ему мешает, собственно, политика социальных сетей, и политика толерантности, лояльности медиа, да, современных. Это экшн, это количество жертв, это кровавые подробности, это понимание того, что процессы, которые происходят сейчас в Украине, и это очень важно, именно на этом я бы делал акцент, на этом, как они влияют на мировое сообщество, и в частности, конкретно на жителей конкретной страны. Ну, допустим, опять же, известная история, которая сейчас активно продвигается, в том числе нашими средствами информации, правильно, на западный мир, это голод, да, голод, повышение цен, так сказать, уменьшение комфорта и благополучия Европы, это все работает хорошо и качественно, то есть, когда перестает возбуждать гламур, и когда перестает возбуждать, потому что, потому что к этому тоже привыкают, кровь, нужно чередовать это с конкретной опасностью для конкретного бытового, в конкретном бытовом понимании, для какого-нибудь среднестатистического негатива. потому что именно простые объяснения сегодня воспринимаются гораздо понятнее, и они ближе люди. Ребята, сегодня у нас там разбомбили корабль, грубо говоря, разбомбили порт, через полгода у вас будет хлеб стоить в 10 раз дороже, чем стоит сейчас, и, соответственно, логистика будет стоить в 10 раз дороже, соответственно, с вас будут драть больше налогов, а если вы будете любить Россию, то стоимость нефти для вас будет еще больше, еще больше, и вы будете присажены, или ваши ребята пойдут на войну, допустим, через пару лет. Учитывая то, что Сергей Лавров делает турне по африканским странам, которые непосредственно страдают той проблеме, о которой вы говорите, то сложно поспорить с тем, что переубеждать как раз эти государства нужно и необходимо для этого много ресурсов использовать. Спасибо вам огромное, Денис Путинцев, продюсер личности и медиаэксперт, основатель промоагентства Star Bomb Company был на Фридоме.